доброго утречка нас как всегда парохолка потому что день хороший солнечный воскресенье просто замечательно покупать как всегда ничего не собираюсь ну что из этого получится мы узнаем через пару часов сколько такая тарелочка стоит с ригой классно у меня дома точно такая же просто интересно было узнать да такая курица забавная столько много всего интересного сатуэток птички какие рака там нету да не видно а ну смысле я не знаю я не специалист потому что это было по годам по месяцам да правильно возьми это точно брошечки сегодня дождя не будет вроде бы так что можно не закрывать брошки не обещали все дожди прошли уже у нас сливочник такой есть вот черный с розочкой это очевидно сахарница должна была бы быть наверное ну а смотри может всех черный сахарница какая заложить но ну кто ж такую красоту будет пепел какая красивость если сидят украшать до конца красивая ну да а не то что такую 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 как музея это точно что вы сейчас что бы сказать начну похода камня очень холодный. Холодный, да. Интересно. Трудно, вот мне сказали, вот есть такой камень, сейчас скажу, Сибиреид как-то, и он такой, так похож на янтарь, но я фото видела, не натуральное. Такой интересный, ну вот на фото, но чистый янтарь, когда в руку возьмешь там по-другому. А ракушки у вас, вот почем, например, ракушки. Вот это интересно, это даже не ракушка, это, наверное, коралл. Такой старенький, красивенький, да. Со всеми животными. Так, мой любимый столик. За рыба такая. Пошли по чашечкам, по всяким. Посмотрим. Уносит. Так быстро уже уносит. Да, будете брать? Нет, мне люди не нравятся, и рыбы, рыбаки не нравятся. А, ну тогда другого дела. Этот они собирают только этих, что с рыбой связаны. А-а-а. Нет, нам цветы, красоту. Что-нибудь английское. Доброе утро. Это у вас кофе для покупателей? Да. Это Ира там оставила. Для запаха. Для запаха. На мини, пожалуйста, солнышко. Да нет, попахло тут хорошо. Все, все не поставили. Сейчас будем выставляться еще. Чего-то английского хочется. Опять зеленая мне попадается на глаза. Я все жду, когда мне эту кухню-то привезут, и я хоть буду узнать, какого она цвета-то в жизни будет. А шкатулочек сегодня сколько. Прелесть какая. Он зеленый, как раз подходит тебе, да. Ну, такой прямо оттенок ядреный. Маленькие чайнички. Маленькие чайнички с фиалочками что-то. С фиалками. Так, надо перехватить как-то. Ничего же неудобно у меня. Такая красивая рамочка. Очень красивое колечко, Ранат. Да, бижутерия? Похоже на арбузное стекло. Похоже, да, но это бижутерия. Ну, мне нравится. Переливается красиво. Главное, что я как сорок, и я на все блестящее. Она падает, Ирюшка. Немножко я их боком ставлю. Красивая, это напалденно, да? Чайнички. Чайнички. Меня кто-то понюхал. Ладно, пойдем еще посмотрим где-нибудь. Что-нибудь. Ручка удобная. Так, где я ее показываю? Сюда. А-а-а. Да что она и сделает так? Понятно. Где это? Петь. Шесть таких, шесть таких, шесть таких, шесть таких. Шесть чашек, шесть. Это богиня. Они очень красивы. По форме просто идеально. Вот, посмотрите. Форма идеальная, согласна. Просто, просто, просто. Чайник очень красивый. Очень красивый. Распаковывайтесь дальше. Я смотрю, тут что-то написано еще. У вас, да. Я могу рассказать. Что-нибудь хорошее. Здесь написано, троечки написано, Япония, сахар-молочница соответствует или неизвестно что там. Да? Ну, ясно. Вот старая очень статуяточка. Да, девочка милая. Очень красиво. С цветочками. Ну, вот любителям статуяточек, да. Я не любитель статуяточек, поэтому... Ой, Иришка, тут энкос, это там... Спокойно. Немцы? Да. А то... Энкос. Это тут самое. Не Кападамон-то, нет? Не, 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 это немцы. Он граждан какой-то. Граждан, да, скорее всего. Эти тоже хороши, вот они. Только разные цвета у них вообще. Зовут их по-разному. Да, и имена. Вот это Пенелопа, чтоб знали. А ты какой выбрала? А я за Ира какую-то... А у нас же красненькую выбрала. Нет, имя какое. Элеонора, по-моему. Элеонора. Элеонора. А, Элеонора. Это Шковку. Интересный чайник. Интересно, чей. А чей-то чайничек не скажете? Вы знаете, золотое клеймо, посмотрите, какое. То есть, непонятно. А, это Бавария. Бавария, да. Бавария, да. Вознательская такая, да? Очень интересный, да. Очень дальше. Очень красивый. Красивый. Работает, извините. Сколько такой стоит? Для вас 10 езда, так 15 прошло. Для вас как? Совсем дешево. А? Дешево. Конечно дешево. Так. Ну, цена евро, хоть 2. Так, позовольте. Да. Очень эффектный. Вам за 10 езда. Сейчас. Немножко побегаю. Побегаю. Лучше вы не найдете все равно. Ну да. Так, опять японские тарелочки. Ничего не надо. Собачки. Хотя мне сказали, что в таком состоянии 10 езда, можно просить за него. Ну, он такой вот. Да. Жалко крышечки. Жалко. Я видела, что вот здесь вот я замазала, да, немножко. А потом дома увидела, что у меня склеили полностью. Чайничий классный такой. Чайничий вообще суперский такой. Ну, он такой, как у меня еще детские есть. Это из детской сервизы, скорее всего, какого-то. Нет, это японский, в Китае они такой функциональный такой. А вот этот вот детский такой. У нас здесь 4 чашечки сахарницы там такая маленькая совсем. И у меня еще детский сервиз вот с таким, ну, чуть-чуть меньше, чем этот чайничий, да? Это да, этот совсем. Так, что у вас еще хорошее? А что там за молочник, сливочник такой? А вот он такой. Нет, вот, который на столе стоит. А вот этот вот. Чайничий. Английский. С милым цветочком. Такой вообще пузатенький, классический. С похожим цветочком у меня еще тарелочка небольшая. Мне нравится английская пузатость, это что-то прелесть. Вот это английский сад. Хочешь для пиццы, ну, такое вот. Да, плоское блюдо хорошее. Еще есть у меня вазочка с таким блюдом. У меня немножко он тоже. Ну, там горошек цветной, но здесь у меня много. А вот этот маленький сливочник, вот прямо у меня, да? Вот этот вот такой. Ну, это вот вместе я хотела резонтал. Ага. Нежненький, очень нежный. Такие прямо вот это. Да, очень нежно, красиво. Так. Сегодня много всего. Ага. А вилочка? А вилочка? Вилочка хорошенькая такая. Камушенька. Она тоже, я думаю, сервировочная такая вот. Разбирается цель. Ну, не поможет. Нет, все. Ай. Тоже наход у меня не будет. Что-то мне, наверное, что-то я не нашла. Маленькая вазочка. Какие там ничего нет. У нее такое, она тоже. Камушки, камушки. Опять я не успела как-то съесть. Ну, ничего. Все, что кто хочет, тот заметит. Я сама потом просматриваю и замечаю то, что не замечаю, когда вот так вот показываю. Так что кому надо, тот увидит. Они у вас неприкрепленные, да? Да. Это опасно. Жизнь, это смертельная болезнь, передающаяся половину путем. Магазин скандиназ. Сейчас у нас на посуду 30% скидки. Так что можно посмотреть, что им делать из того, что раньше казалось недоступным. Так, только здесь играет музыка и придется, скорее всего, делать фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот я и вернулась. Покупов действительно очень-очень мало, но зато у меня сегодня есть к вам кое-какие предложения о продаже. И начну сначала с покупочек. Так, хвостик, потом мы уже с ним нагулялись, уже он набегался, но ему все равно хочется какого-то внимания. Покажу сначала ткань, она такая льняная и это просто, ну, на стол, в общем-то, салфетка. Размер у нее там примерно, наверное, а здесь даже есть, по-моему, бирочка, он вполне новый. Нет, написано стопроцентный кутон. Значит, все-таки не лен, просто хорошо, она такая очень плотная. Размер не указан. Ну и ладно. Ну, вот такой кусочек текстиля, поскольку, поскольку я говорю, я теперь все зеленое, все зеленое, мало ли что понадобится на кухню. Вот, все потихонечку собирается зеленого цвета. Мне сегодня моя подписчица подарила две прекрасные картинки. Она говорит, не показывайте мне, неловко, неудобно, но я не могу не показать, потому что они прекрасные. Это ручная вышивка и вот это такой цветочек. Мне кажется, что это дикий шиповник. Вот это вышивка. Недавно мы были с вами на выставке вышивки и вот это работа одного из авторов этой выставки. Для зеленой оливковой кухни будет очень, наверное, здорово смотреться. И еще вот такая вот вышивка. С котенком или кошечкой сиамской породы. Очень красиво. Это, ну, такая тонкая работа, что у меня просто нет слов. Как будто бы это не вышивали, а просто рисовали тоненькой кисточкой. И теперь покажу буквально три покупки, получается, у меня были на барахолке. Можно было что-то купить побольше. Я там присмотрела чайнички кое-какие. Один большой, но уже сколько можно больших. Хоть он был и интересен. Один маленький, на нее была треснута крышечка. Одна прекрасная английская чашка, но у нее не было тарелочки. В общем, сегодня все как-то мне не хватало чего-то. И поэтому я нашла такой вот подсвечник. Куда же я его показываю? Он небольшой. И, наверное, из-за того, что у меня вот эта фиалочная тема в последнее время тоже как-то стала появляться. Я помню, у меня есть что-то такое фиалочное. Ну, по крайней мере, вот есть чашечка фиалочная. Как-то все будет сочетаться. Будет и такой подсвечник. Очень изящный, без обозначения марки. И был куплен в магазине «Скандинавс», который там рядом с барахолкой. Там сегодня 30% скидки на посуду, на самую различную. И если вас что-то интересует, то, я думаю, стоит туда заскочить. Что-то надо делать с шеей. Вот лицо еще ничего выглядит, а шея уже не выглядит. Так, брошь. Тянула на все голубое, потому что купила еще красивую голубую вазочку. Брошечка очень милая. Она такая, наверное, старенькая, я так думаю. Ну, вот такое ощущение есть, что она старенькая. Что она не вчера напечатана, не вчера сделана. Понятия не имею, куда можно носить. Ну, наверное, можно куда угодно. Как-то, может быть, пропустить сквозь нее шарфик тоненький. И она будет держать... Ну, не знаю, еще мысли нет. Просто броши, мне кажется, мы часто покупаем, потому что они нам нравятся. Они такие необычные, красивые. А вовсе не потому, что мы их будем носить. Далеко не всегда это происходит. Но вот эти голубые всякие оттенки. Потому что так не хватает голубого неба, солнышка. И здесь как будто бы все объединилось в одном. Вторая покупка. И третья покупка. Такая прелестная, небольшая, чудесного цвета. Не знаю, может быть, есть какое-то специальное обозначение для стекла такого цвета. Так, мне кажется, что у меня надо очки снять, потому что они у меня всегда наперекосяк висят. Из-за того, что я на них умудрилась сесть. Так я, правда, ничего не вижу. Ну, вот, ладно. Пускай наперекосяк. Кстати, вот подстриглась немножко короче. Очень довольна. Мне кажется, я буду все время потихоньку состригать, состригать. И кончится это каким-то ежиком на голове. Вот такая чудесная, небольшая. Для каких-то весенних прекрасных цветочков белых. Да и не надо цветочков туда. Она просто такая хорошенькая. Что вот нельзя было мимо пройти. Мне нравятся цвета. И хоть она не зеленая, но она прекрасная. Вот, собственно говоря, три покупки. А теперь покажу вам, что я вчера нарыла. Я нарыла коробочку с клипсами. Я их не ношу. Даже эти, которые сейчас на мне, я их тоже не ношу. Не знаю почему. Может быть, потому что я не привыкла. Уши не проколоты. Одевать особо такую красоту некуда. Ну, думаю, и вот оно у меня все лежит. И как-то жалко. И надо что-то с этим делать. Надо что-то с этим делать. Я решила строить маленький магазинчик на диване. Как я и говорила. Сегодня будет такой бижутерный. Ну, во-первых, хочу вот предложить. Хотя они такие симпатичные. И голубые. Такие бусы и с камнем. Так, я надеюсь, он как-то будет укрупнять, показывать правильно, из чего они состоят. Или мне там надо выставить что-нибудь в какие-то еще позиции. Не знаю. Ну, в общем. И в таком же цвете есть очень интересные рыжие. Они такие сделаны, как ромбики. Рыжие, оранжево-зеленые какие-то. В общем, хотелось бы продать. Но, к сожалению, только тем, кто может приехать в мою сторону. Но отсылать я не буду. С этим все очень сложно. Вот такие красивейшие. Так, сейчас, может быть, даже будет видно, как они смотрятся. Попробую привстать. Главное, не вранить телефоном. У меня на какой-то там суперподставке, которая еле стоит и еле дышит. Ну, вот. Это красиво. Это сделано очень интересно. На, я так понимаю, на золотых булавках. Такое вообще. Методы интересные. Ну, вот такая вот застежка. Тоже. Ну, не носятся. Может быть, кто-то ходит в театры. Вот. И тогда сможет. Так, мне надо еще и подушку подправить. А то я сейчас сползу. И вы меня не увидите совсем. Так. Надеюсь, хоть слышно будет. Потом. Это вот для тех, кто куда-то... У кого есть выход в свет. У меня нет выхода в свет. Во тьму тоже нет. Я в основном гуляю по своему району. Вот такая вот красота. Ручная работа. Тоже такое большое колье. Изумительно красивое. Так, как вам его там показать. Но я тоже его не ношу. Может, кто-то захочет купить. Если что, оставлю под этим видео ссылку на свою почту. Там можно писать. Из натуральных камней. Но я не очень люблю коричневые цвета. И у меня уже много других каких-то вещей, которые больше мне нравятся. Ну, это будет, если я одену. Но вы его не увидите. Оно довольно длинное. И теперь приступим к клипсам. Я знаю, что кто-то любит. Их можно легко менять. Одевать на какое-то конкретное мероприятие. И вот эти, например, такие. Сини-голубые. Клипсы я долго думала определить цену. Мне всегда тяжело с ценой. Но я решила, что они все будут по 5 евро. Неважно от того, какие они. Дорогие, недорогие. Потому что вот эти, например, когда-то покупались на выставке за 25. Ну, пускай будут по 5. Просто потому, что они короткие. А из всех я меньше всего люблю короткие. Так вот у меня зеркало. Чтобы видеть, как я... Куда я прикрепляю. Ну, это тоже такие, видите, праздничные. Такие вот... Чёрное платье. И куда-то в театр. Скорее всего, я так думала. Вот так. Такие они. Так что для девочек, которые могут приехать и забрать. Так. Немножко передавила себе предыдущими клипсами ухо. Но там надо всё регулировать. Я не очень умею. Поэтому и решила, что не надо мне. Околоть уши не хочу. Такие вот довольно, можно сказать, ретро. Потому, что они с янтарём. Ну, и вот такие коротенькие тоже интересные. Давайте хоть в одно ухо я их... Которое лучше видно. Которое на свету. Вот так будет выглядеть. Это если у вас ещё янтарные какие-то изделия, гусы, например, или что-то такое. Думаю, будет тогда очень интересно смотреться. Тоже такого нежного, зелёного какого-то оттенка. Такого, видите... Я даже не могу его передать. Какой он. Он не оттенок травы. Он не яркий. Он такой блеклый. Какого-то... Оттенок какого-то неба. Явно не нашего латвийского. Какого-то южного неба. Они узкие. Они полностью в стразиках такие вот. Ну, примерно так они, наверное, будут выглядеть. На ком-то они будут выглядеть, наверное, гораздо лучше. Ну, вот такие. Не знаю, концентрируется или нет на них. Так, что у нас ещё есть. Опять же, удлинённые. Мне удлинённые больше нравятся. Я оставила парочку себе. Так что иногда, если мне захочется, вы меня всё-таки увидите в каких-то... Эти вот простенькие вроде бы. Но тоже очень хорошенькие. Они состоят только из позолота. Не буду говорить золота. И беленьких прозрачных стразиков. Поэтому вот такие вот. Сейчас мы их покажем вам. Ну, вот такие вот. Это, конечно, бижутерия. Это, конечно, ни серебро, ни злато. Но это красивая бижутерия. Так, потом чёрно-белая. Если у кого-то есть что-то чёрно-белое. Очень довольно тоже такие интересные. Выглядят они вот так вот. Лёгкие, потому что пластик. В основном пластик. Там только у самого уха, по-моему, какая-то, как жемчужинка. Но зато такие вот стильные, на мой взгляд. Я специально одела серое. А может быть, надо было как раз что-то белое или чёрное. Было бы интереснее, смотрелось бы. Но я так думаю, надо же. Что-то нейтральное совершенно. Чисто чёрное. Чисто чёрное. Не буду, наверное, уже их к ушам прикреплять. Просто покажу вот такие чёрненькие. На каком расстоянии их показывать, непонятно. Красные. Довольно-таки забавные. Вот такие. Под какое-то красное платье. Наверное, очень здорово. Будут смотреться как капельки, как что-то такое вот. Мне кажется, очень красивые. Давайте-ка я даже попробую примерить. Тут он наверху топчется. Там же у меня нет детей. Неужели гости приехали к соседу? Ну, вот такие. Вроде скромные, но... Особенно, если помада красная, то, наверное, выглядит неплохо. Так, эти я уже показала. У меня осталось ещё просто невероятно какие-то звёзды. Но кому-то нравится тоже такое. Я пару раз, по-моему, даже при каких-то съёмках видео показывала. Потому что, когда свет на них падает, они, конечно, светятся, переливаются очень красиво. Так. Ну, как-то так. Даже не знаю, с какой стороны лучше показывать. Я пыталась их отрегулировать, чтобы они всё-таки уши не отдавили окончательно. Так что, тут вот я не знаю, какой стороной лучше. Потому что можно и одной стороной, а можно и другой стороной. Они выглядят вот так вот. Ой, так. Где же я тут показываю? Где же у меня тут эта камера-то? Вот такие вот. Поэтому их можно по-разному, наверное. Можно как бы вовнутрь, можно наружу. То есть, есть варианты. Ну, в общем и в целом они выглядят вот так. Очень красивые. И ещё двое коротеньких, которых я была с утра. Вы на мне их видели. Но я не люблю короткие. Хотя, если вот какой-то джемпер с высоким горлом, то, конечно, лучше короткие. А я люблю джипперы с высоким горлом. Потому что иначе они цепляются. И там всё такое. Они бирюзового такого цвета. Такие приятные очень. Вот такие вот. Вот. Это всё, что я хочу продать. Ну, просто потому что оно не носится. А чтобы оно вот лежало и зачем-то оно лежало, я тоже как-то плохо себе понимаю, зачем вот это нужно. Ещё хочу продать эту кружечку, чайную пару, потому что я помню, что кто-то у меня её спрашивал. И если этот человек сейчас смотрит, это прелесть. Это английская, жёлтая роза. У меня ещё есть какие-то розы жёлтые. Да. Вот здесь написано, что это такое. Пока я её не разбила. Потому что она у меня всё время стоит на кухонном столе. Постоянно. И здесь всё время что-то происходит. И я боюсь. Я за неё боюсь. Чтобы с ней ничего не случилось. Ну, вот я бы ещё что-то показала, потому что, в принципе, много. У меня есть какие-то вазы, чайники, которые я уже поигралась, наигралась. Я уже решила, что, наверное, хватит, что можно уже передать кому-то дальше. Ну, я буду разбирать, потому что действительно очень много вещей. И надо с этим как-то разобраться. И напоследок покажу вам одну интересную вещицу. У меня расцвела драцена. Никогда не думала, что драцены цветут и вообще, как они цветут. Она была куплена когда-то в ботаническом саду на распродаже. Она такая простая, по-моему. У неё тёмно-зелёные листья. В общем, чё я рассказываю? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать мой рассказ. Пойдёмте и посмотрим. Унарожилось это случайно. Я не сразу её увидела. Вот здесь в густоте листвы. Причём это, я так понимаю, ещё бутончики только. Потом, наверное, они превратятся в какие-то маленькие цветочки. Надеюсь, будут пахнуть. И, надеюсь, будут пахнуть приятно. Всё время хочу найти аморф. Этот как аморфалюс или как называется. Потому что, вспомнила, запах у него ужасный. Но мне он нравится, что он растёт, как пальмочка. А пока вот так вот ещё чуть-чуть покажу вам, что тут растёт. И как растёт. Сейчас уже солнечные дни, поэтому всё начинает радоваться свету, природе, которая, наконец, повернулась в нужную сторону. Могу показать, что у меня тут на столе. Какие я тут решила серёжки оставить. Привет, хвостик. Привет. Вот такие вот иногда нашу. Они совершенно вообще легчайшие. Это просто листики. Просто листики. Сейчас, посмотри, может быть, здесь что-то ещё. А, вот эти, наверное, чёрненькие тоже могу продать. Потому что чёрные я не очень люблю цвет. Хотя у меня есть чёрные вещи, с которыми можно было бы их носить. Но нет. Чёрные не хочется. Такие, сделанные из ракушек, тоже не хочется. Потому что, наверное, тяжеловатые будут. Эти тоже на продажу. Так, что-то ещё осталось. Что-то ещё осталось. Тут немножко. О, какое колечко со стрекозой и с голубым камушком. Красиво, правда? Знаю, может быть, ещё эти. Ну, подумаю чуть-чуть. Ну, по крайней мере, вот эти точно. Ну, вот, собственно, все мои украшения на тему серёжек. Вот не серёжек, а клипс. И вчера перебирала, смотрела, что у меня тут есть янтарная из скала. Нашла вот тоже такой старенький. Старенький, потому что оплётка сейчас не делается такая. Она не современная. Она такая старенькая. И тоже колечко, которое давным-давно было. Ой, ему уже столько лет, что лучше не вспоминать. Такой вот янтарик на верёвочке. Там внутри что-то есть. Это красивый, но плавленый. И я вообще сомневаюсь, что это янтарь. Но сделан под янтарь. Сделан под янтарь. Про это тоже есть некоторые сомнения, что это настоящие. Потому что это я из Китая заказывала. Это покупалось у нас в центре Риги. И мне сказали, что это зелёный янтарь. Хотя я бы не утверждала так однозначно. Видите, он всё-таки всё равно желтоватый. И сказали, что он где-то в каких-то болотах там добывается. Поэтому он страшно дорогой. Поэтому вот эта штучка стоила 50 евро или 50 лад. Я не помню, насколько давно покупала. Вот эти тоже не уверена. Я бы сказала, что скорее вот это зелёный янтарь. Он очень красивый. Но я не знаю, он плавленный или нет. Скорее всего, как-то всё-таки обработанный. Потому что слишком уж красив. Слишком уж много тут вот этих блёсточек. Которые, я думаю, что не должны быть в натуральном янтаре. Ну, красиво же смотрится, правда? И два простеньких тоже советских времён. Которые, ну, можно было купить. Не очень дорого. Когда мне не было много денег. Да и сейчас не сказать, что их много. Вот такие вот простенькие янтарики. Но иногда приятно что-то на шее поносить. И хотела показать ещё. У меня есть один, конечно, роскошный совершенно. Которые хотели бы... У меня всегда хотят купить. Потому что, ну, он большой, скажем так. Висит он у меня тут на полочке, где остальные. А, кстати, здесь тоже вот есть кое-какие новые купленные кулоны с янтарём. Тоже старенькие. Старенькие. Вот такой вот. И мой любимый. Это вот этот большущий кусок. Такого красивого янтаря. Это у меня были бусы когда-то купленные. И мне их немножко удлинили. И вот подвесили ещё к ним кулон. Это очень роскошно. Поэтому почти не носится. Но я на него любуюсь и смотрю. Это вот полочка как бы с камушками. Со всякими разными. Тут кое-что новое, по-моему, появилось. Я уже теперь не помню, что я вам показывала, что нет. Но уже начинаю понимать, что полочка становится маленькой. Нашла такой вот кулон. Он тоже с настоящим камнем. Наверное, агатым, скорее всего. Его можно повесить на шнурочек, на цепочку. Красивый. Не знаю, оставлять, не оставлять. Может быть, тоже надо продать. Потому что он у меня давно. И я его как-то, можно сказать, не ношу. А это я всегда считаю неправильно. Вещи должны носиться, должны любиться. В этом их смысл. Ну вот, пожалуй, теперь уже точно, наверное, всё, что я вам хотела показать. Очень хочется весенних цветочков. Это всё искусственное. Это всё не весеннее. Вот такой вот интересный купила цветочек. Наверное, не показывала на кусочке дерева. И тут янтарики. Мне обещали сделать ещё денежное деревце одно. Ну, у меня соседка занимается декупажем, и она молодец. У неё вообще, она такие вещи делает красивые. Так что попросила сделать денежное деревце. Чтобы была какая-то копеечка на покупку ещё каких-то вещей. Это, конечно, смешно. Но это так прекрасно. Вот так подойдёшь к полочке с флакончиками, и настроение сразу поднимается. Смотришь и думаешь, это же вот всё сделали, придумали люди, художники. Кто-то рисовал, кто-то делал. Это чудесно. После этого я начинаю любить человечество. В некоторых случаях я его очень не люблю. Ну, наверное, как и вы тоже. Ну, вот, будем надеяться, что все растения сейчас начнут хорошо расти. Потому что они начнут получать солнышко. Такую берёзку сюда переставила. Надо ей подставки повыше, как можно выше. И всё остальное. Ну, фикус почти перенёс зиму. Есть, конечно, вот жёлтые листочки, но их очень немного. В общем и в целом он перенёс. Так что уже начинается совсем другое время, совсем другая пора. Обрезанные пеларгонии уже успели нарастить себе много листвы. И я думаю, что они скоро начнут выпускать цветочные почки. Потому что они такие скороспелки. Очень люблю вот этот. Наверное, колоте или что-нибудь из этой серии. Про название не спрашивайте. Я вечно забываю. И мне ещё нравится. Вот тут у меня такая троица. Тоже красавцы. Просто красавцы. Все такие жирненькие, пёстренькие, красивые. Ну вот, пока с растениями так. И со всем остальным тоже. Ну, сегодня не совсем получился. Барахольный. Барахольный виде. Поэтому назовём его как-нибудь по-другому. Назовём просто какой-нибудь воскресный влог. Барахольный. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...